Я буду читать послание к Колоссянам, 3 глава. Буду читать с 1 стиха. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. Всего 4 стиха, других текстов я читать не буду, поэтому, если у вас есть Библия и удобно следить, это будет хорошо. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесну Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Друзья, я ошибся, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. В Священном Писании трижды речь идет о явлении Иисуса Христа. Не в трех текстах, а о трех явлениях. Первое явление Иисуса Христа – это когда Он родился. Мы читаем «Бог явился во плоти». Второе явление Христа – когда Он воскрес. Апостол Павел пишет «Напомнай вам, братья, Евангелие» и содержание Евангелия. Христос умер за грехи наши по Писанию, воскрес в третий день по Писанию и явился. Друзья, второе явление Иисуса Христа – это когда Он воскрес и явился. Я явился женщинам, явился ученикам, апостолам, явился Марии. Павел пишет «Явился и мне». Это второе явление Христа. И третье явление Иисуса Христа – оно еще не исполнилось. В Евангелии от Луки, в 17 главе, и не только, и в других текстах написано «Сын человеческий явится». То есть третье явление Христа еще не исполнилось. Текст, который я прочитал, здесь речь идет тоже о явлении Иисуса Христа. Написано «Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Друзья, это еще будет. Вообще, мы, баптисты, понимаем, что будет восхищение Церкви. Это еще не явление Иисуса Христа. Встреча будет на облаках. Затем будет Великая Скорбь, и после Великой Скорбь будет явление Иисуса Христа. «Когда Иисус Христос придет на землю, написано, и увидит Его всякое око, и даже те, которые пронзили Его, увидит Его весь мир». Это третье явление Иисуса Христа. «Затем будет тысяча лет, Иисус Христос будет на земле вместе с Церковью тысячу лет, а затем уже наступает вечность». Друзья, и вот в тексте, который я прочитал, здесь апостол обращает внимание на третье явление Иисуса Христа. «Это Божье обетование». «Написано, вы явитесь с Ним во славе». То есть я понимаю, что Церковь, которая будет на небесах, Христос явится на землю, и Церковь вместе с Ним явится на землю во славе. Друзья, это Божье обетование. Вообще, Библия – это книга Божьих обетований. Обетование в Библии, которое мы встречаем, бывает личное и общее обетование. Ну, например, личное обетование. Ангел явился Марии и сказал, что от нее родится мальчик, его назовут Иисус, он будет от Духа Святого, зачат и рожден. Это личное обетование. Друзья, обетование бывает общее, которое распространяется на весь мир. Ну, например, всем человекам положено однажды умереть. Это тоже обетование. То есть под словом обетование не всегда это что-то светлое, обязательно хорошее, но это Божье обещание. Всем человекам положено однажды умереть, независимо от цвета кожи, независимо от возраста. Кто-то умирает молодым, кто-то старым, но умрут все. А потом будет суд, это тоже обетование. Друзья, обетование бывает условное и безусловное обетование. Безусловное обетование, это значит, независимо от моего желания, от моего поведения, нечто в моей жизни исполнится. Друзья, обетование бывает условное. Вот встречается слово «если». Например, если будешь веровать, увидишь славу Божию, Христос так сказал Марии. А если не будешь веровать? Слово «если» обозначает условность обетования. Если человек покается, он будет спасен. А если не покается, то есть, чтобы быть спасенным, есть определенные условия, чтобы быть спасенным. Друзья, и вот текст, который я прочитал, здесь встречается очень важное обетование, на которое я уже обратил внимание. «Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Друзья, это обетование, что мы явимся с Ним во славе, оно носит условный характер. И вот здесь есть несколько условий, на которые я хотел обратить внимание, хотя эти несколько условий, они и носят и цельный характер, и поэтому мы об этом порассуждаем. И в конце мы вместе с вами помолимся. Друзья, я буду немножко в форме разбора. Начну с первых слов, которые я прочитал, и закончу последними словами. Я буду соблюдать последовательность мыслей, которые излагает здесь апостол Павел. У меня проповедь немножко, она пасхальная, чуть-чуть. Здесь мысли с Пасхой связаны. Вот и в конце мы Бога будем благодарить за все, что Он для нас делает. Итак, первый стих. Итак, «Если вы воскресли со Христом». Слово «если» – оно тоже обозначает условность той мысли, которую Павел здесь излагает. Итак, «Если вы воскресли со Христом». Кому апостол Павел пишет это послание? Я читаю. «Павел волей Божией апостол Иисуса Христа и Тимофей брат, находящимся в колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе». Друзья, слово «если» здесь можно подразумевать, допускает ли Павел мысль, что в колоссах люди могут быть те, которые не воскресли со Христом. Друзья, я сразу скажу, чтобы легче было рассуждать. «Воскреснуть со Христом» – это значит родиться свыше. Написано очень много текстов. Он вас оживотворил во Христе Иисусе. То есть мы стали живыми. Он нас воскресил Духом Святым. И вот здесь, если вы воскресли со Христом, то есть можно было бы по-другому этот вопрос поставить. Если вы родились свыше. «Воскреснуть со Христом» – это значит родиться свыше. «Может ли Павел допускать, что в колоссской церкви есть люди невозрожденные?» Я думаю, что может допускать эту мысль. Можем ли мы допускать мысль, что вот в нашей церкви могут быть люди невозрожденные? Друзья, я скажу, что вообще такого не должно быть, чтобы человек в церкви, в поместной, был членом церкви и был невозрожденным. Такого не должно быть. Но такое может быть. Ну, например, написано, если живете по плоти, то умрете. Верующий человек посещает церковь, является членом церкви уже давно, но он живет по плоти. Плотская жизнь приведет к смерти. Это тоже носит условность. Если я живу по плоти, написано, если живете по плоти, то вы умрете. И поэтому, если колосский верующий, он рожденный свыше, но он живет по плоти, он на каком-то этапе станет мертвым. Или на членском собрании не разобрались и преподали ему крещение. Ну, возможно, в первых церквах таких членских собраний не было, как вот мы проводим перед крещением. Мы не знаем, какой там был подход перед тем, как люди крещение принимали. Возможно, похоже, как у нас, но не разобрались в колосской церкви, не разобрались служители и преподали крещение. И человек стал членом церкви поместной, колосской, но он невозрожденный. Если вы воскресли со Христом, братья и сестры, это условие нашего спасения. Это условие явитесь с ним в основе, если вы воскресли со Христом. Друзья, вот Никодим пришел к Иисусу Христу, он был сведущий, по-видимому, он был сведущий в Писаниях, потому что Христос ему говорит, как же ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Это был ответ, объяснение вопроса о рождении свыше. Никодим пришел ко Христу, он Иисуса Христа похвалил, он выразил свою симпатию к Иисусу Христу. Мы знаем, что ты, учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Друзья, Христос не поддерживает эти хвалебные речи, он очень ясно говорит, что если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим в недоумении, а как может человек снова войти в утробу матери, второй раз родиться, будучи старым? Христос сказал, тебе нужно родиться свыше. Пояснил, рождение от воды и духа, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. И тебе должно родиться свыше. Братья и сестры, рождение свыше – это абсолютное условие нашего спасения. Если человек не родился свыше, он не может войти в Царствие Божие. По слову Христа, он даже не может увидеть Царствие Божие. Нет, я не хочу вселять в сомнения в том, что мы нерожденные свыше. Я репету речь о членах церкви, о тех, которые хотят принять крещение. Но духовную жизнь, которая появляется в человеке при возрождении, при личном раскаянии перед Богом, ее нужно поддерживать. Вы помните, написано в книге Откровения? «Ангелу Сардийской церкви напиши». Это начало третьей главы. «Знаю твои дела. Ты носишь имя будто жив, но ты мертв». Наверное, этот человек был жив. В какое-то время он был жив. Он имел заметное положение в церкви. И лично ему Господь говорит, ты носишь имя как будто живой. То есть, по-видимому, в церкви не все замечают, что он неживой. Но Бог об этом знает. Ты мертв. Бог любит правду. Он человеку говорит ясно, без каких-либо намеков, чтобы человек знал, что ему теперь нужно делать, чтобы выйти из такого положения. Друзья, это первая мысль, на которую я хотел обратить внимание. Если вы воскресли со Христом. И о поддержке духовной жизни, друзья, здесь дальше идет речь. То ищите горнего, где Христос сидит, а десну Бога. Это вторая мысль, о которой я хотел порассуждать. Когда Христос воскрес, и Мария стояла и плакала, и он является Марией и говорит, Жена, что ты плачешь? Чего ищешь? Друзья, каждый человек, он на каком-то этапе что-то ищет. Ну, например, люди ищут, как заработать деньги, люди ищут работу, ищут невесту или жениха. Бывает, когда мы что-то теряем. В нашей жизни бывают ценные вещи, и мы ее потеряли, или где-то спрятали, а потом забыли и не можем найти. И мы и ищем прилежно. Бывает, находим, бывает, нет. Друзья, но здесь апостол Павел обращает внимание, имея в виду, что люди ищут не всегда хорошее или положительное, то ищите горнего, где Христос сидит, а десну Бога. То есть ищите духовное. Написано, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Или многие ищут своего. Друзья, и, конечно, мы с вами тоже что-то ищем. В определенный день, в определенный час, бывает, мы что-то ищем. Нет, не обязательно это мы ищем свое или очень плохое, или чуть-чуть плохое. Друзья, в бытовых вопросах мы ищем то, в чем мы нуждаемся в нашей практической жизни. Но все равно в нашей жизни какое-то направление поиска, оно доминирует. И поэтому земное или небесное, горнее или не горнее. И поэтому, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Кстати, братья и сестры, поиск горнего, я думаю, что это нормальное направление возрожденного человека. Нормальное. Если человек родился свыше, и он ведет нормальную духовную жизнь, то в его жизни у него будет доминировать поиск духовного. Ну, примерно, вот мы встречаем в Священном Писании, что люди, еще не являющиеся верующими, или членами церкви, они искали какие-то положительные вещи. Например, Закей искал видеть Иисуса. Нет, он не искал себе прощения грехов, он не искал себе новую жизнь, или, скажем, на небо хотел попасть. Он искал видеть Иисуса. Был обычный поиск, но этот поиск был положительный. Или елены, которые пришли на праздник, вы помните, они подошли к Филиппу и говорят, нам хочется видеть Иисуса. Они пришли на праздник не с тем, чтобы повеселиться, как-то время хорошо провести, они пришли на праздник, чтобы видеть Иисуса. Написано, «Правды ищи, чтобы ты был жив, и чтобы была жива душа твоя». То есть, в Священном Писании дается направление, что мы, христиане, должны искать. Искать Горнего, искать Царство Божие и правды Его, искать Господа, написано, «Ищите Господа, когда можно найти». Ну, кто-то скажет, это для неверующих, это и для верующих написано, «Ищите лица моего всегда». И поэтому, друзья, мы каждый день все-таки должны на контроле быть, что в нашей жизни является предметом нашего поиска. Если вы воскресли со Христом, то ищите Горнего. Нормальная жизнь воскресшего, возрожденного человека, это искать Горнего, где Христос сидит, одесну Бога. Друзья, третья мысль, «О Горнем помышляйте, а не о земном». Эта третья мысль, она связана с предыдущей, со второй мыслью, «Ищите Горнего». «О Горнем помышляйте, а не о земном». Братья и сестры, мы должны обращать внимание на наши мысли, о чем мы думаем. Ну, например, Давид написал, «Да будут помышления сердца моего, слова уст моих и помышления сердца моего благогодны пред Тобою, Господи». Очень важно, чтобы мы умели контролировать свои мысли, по крайней мере, стараться контролировать наши мысли, о чем мы размышляем. Бывает такое, человеку задай вопрос, «О чем ты думаешь?» И я замечаю, что он не хочет сказать. Нет, он хочет оставаться правдивым, но не хочет сказать, потому что бывает, что наши мысли неблагогодны пред Господом. Бывают у нас наши мысли плохие. От наших мыслей зависит очень многое в нашей жизни. Ну, например, написано, «Какие мысли в душе человека, такой и он». Я могу выглядеть внешне очень прилично, могу говорить слова приличные, я умею все собой контролировать, у меня приличное поведение и так дальше. Друзья, но если у меня неприличные мысли, то я в сущности такой, какие мои мысли. Какие мысли в душе человека, такой и он. А еще написано, «Из сердца исходят злые помыслы и прелюбодеяние, и любодеяние, и всякая нечистота». Они исходят из сердца. Ну, например, написано, «Если кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце». Значит, мысли могут быть нечистые, мысли могут быть не святые, поэтому Иов пишет, «Завет положил я с глазами, чтобы не помышлять, не удивиться». То есть мысли бывают разные. И наша жизнь, она очень много зависит от наших мыслей. Если мы какую-то мысль вынашиваем, затем она будет воплощаться в нашей поступке, она будет воплощаться в нашем поведении. Поэтому о горнем помышляйте, а не о земном. Написано, что, есть песня такая, «За каждые мысли в мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения, ответ он потребует с нас». Наверное, эту песню уже не поют. Раньше ее пели на Новый год, но по теме моих рассуждений, «За мысли, слова и движения» кто-то говорит, «А нет, это, наверное, не так». Кто-то может так подумать. В Библии написано, «Слово Божье живо и действенно, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Братья и сестры, не только наши поступки, но написано, «Оно судит помышления и намерения сердечные». Мы встречаем в Священном Писании, когда и хорошие люди думали о плохом. Ну, например, ученики шли в Эмаус, и когда пришли на место, Христос говорит, «О чем, идя дорогой, вы размышляли?» И они не хотели признаться. Им было стыдно признаться, о чем размышляли, потому что они размышляли, кто из них больше. Даже странно, кажется, апостолы могли об этом размышлять. Друзья, Анания, Петр Анании сказал, «Ты допустил в сердце, ты допустил сатане вложить в сердце мысль». Братья и сестры, дьявол может вкладывать в наши сердца мысли, и поэтому мы должны стоять на страже, потому что мысли, если дьявол вкладывает эти мысли, обязательно будут плохими. Ты допустил сатане вложить в сердце мысль. А другому человеку Петр сказал, «Ты помыслил дар Божий получить за деньги». Это тот человек, который принес деньги апостолам и хотел, чтобы они дали ему дар, чтобы через возложение рук его Дух Святой снисходил на людей. Ты помыслил дар Божий получить за деньги. И даже Петр, как будто есть сомнение, покайся в этом грехе, может быть, тебе и отпустится помысл сердца твоего. Братья и сестры, поэтому мы должны и молиться, чтобы помышлять о духовном, помышлять о горнем. Вот Давид в 26-м псалме написал, что я одного только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Наш поиск и наши мысли хорошо, если направлены к горнему, направлены к небесному. Одного человека судили, ну это в прошлые годы, и в приговоре была такая фраза, что поет песни о небе, часто поет песни о небе, тем самым отвлекает других людей от нормальной земной жизни. Это было в приговоре, и ему дали пять лет вот по такому приговору. Такое было время. Друзья, следующая мысль в этом тексте написана, «Ибо вы умерли». Это третий стих. «Ибо вы умерли». Это уже четвертая мысль в моих рассуждениях, братья и сестры. Написано, «Почитайте себя мертвыми для греха, ибо вы умерли». Или умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и так дальше. Апостол Павел о себе пишет, «Я умер для греха, или мы умерли для греха». А еще он пишет, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа моего Иисуса, которым для меня мир распят, и я для мира». И я для мира. Братья и сестры, мы живем в мире, в котором очень много разных искушений. Очень много то, что нас может привлекать. И искушения могут провоцировать нас на плохие поступки. Но, Слово Божие говорит, «Почитайте себя мертвыми для греха, ибо вы умерли». Друзья, если говорить о возрождении, ну, возможно, я о возрождении специальную тему когда-нибудь проведу. Друзья, о возрожденных людях написано, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». А в другом тексте написано, «Всякий, рожденный от Бога, он не может грешить, потому что семя его пребывает в нем». Семя Божие пребывает в нем, он не может грешить. Братья и сестры, если мы родились свыше, вот, то, ну, безусловно, мы должны быть мертвыми для греха. Образ жизни христианина, рожденного свыше, это не грешить. А если он согрешил, друзья, это не образ жизни, это случайное явление. Написано, «Дети мои, все пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, вот эта фраза, «А если бы кто согрешил», говорит, что для возрожденного человека, для нормального христианина, согрешать – это не образ жизни. Но, а если бы вдруг кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Он есть у милостивления за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. «Если я согрешил, то грех не даст мне успокоиться, постоянно беспокойство, пока я не покаюсь и не исповедую свой грех». Это нормальная жизнь христианина, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Братья и сестры, здесь речь идет о пребывании нашим в Иисусе Христе. Христос в Евангелии Атеана, мы читаем 15 глава, сказал, «Прибудьте во мне, и я в вас. И если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, чего не попросите, получите, и дано будет вам, если прибудете во мне». Братья и сестры, пребывание во Христе – это очень важно, это очень важная составная часть жизни христианина, потому что пребывание во Христе обеспечивает, во-первых, плодоносную жизнь, написано, «Всякую у меня ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы больше принесла плода». Если я во Христе, это условие плодоносной жизни, потому что ветка на лозе, она будет приносить плод. Поэтому пребывание во Христе – это очень важно. Братья и сестры, пребывание во Христе – это и безопасность. Написано, «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Друзья, человек, который во Христе, он имеет безопасность, безопасность от греха, потому что он имеет очень надежную, очень хорошую защиту. Как праведник в крепкой башне написано, он безопасен. Братья и сестры, пребывание во Христе – это и условие нашего спасения. Посмотрите, апостол Иоанн в Первом Послании пишет так. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться в пришествии Его». Опять о явлении Иисуса Христа. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться в тот день, когда Он явится». Поэтому пребывать во Христе – это очень важно. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Богом. Братья и сестры, и последняя мысль. Когда же явится Христос, жизнь ваша? Вот эта фраза – жизнь ваша. Я задаю себе вопрос. Вот Иисус Христос – это моя жизнь? Павел Колоссян написал – жизнь ваша. Святым и верным во Христе Иисусе, находящимся в колоссах. Христос – ваша жизнь. Есть одна хорошая песня. Наша жизнь – это Бог. Наша радость – в Иисусе. Как-то группа молодежи поет. Песня очень красивая. Бог – наш Царь, наш Отец, наш Хранитель, Он верный. И я задаю вопрос. Мы всегда правду поем или не всегда правду поем? Если бы Павел пел, наверное, правда. Нет, точно правда. Павел написал – для меня жизнь Христос. Друзья, если для меня жизнь Христос, то вторая часть – и смерть приобретение. Я не помню там или и, или а союз. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Братья и сестры, наши годы мелькают очень быстро. Мы замечаем, что мы стареем. Мы замечаем, что нет, мы верим. Мы понимаем, что нам жизнь осталась не так уж много. И возникает вопрос. А нас это радует или нас это печалит? То, что наша жизнь сокращается. Для меня жизнь Христос – а смерть приобретение. Я имею желание разрешиться и быть со Христом. Братья и сестры, очень хорошее желание. И как легко жить, если в нас такое желание. Имея желание разрешиться и быть со Христом. Потому что знаю, что для меня это несравненно лучше. Братья и сестры, если Христос – наша жизнь, тогда у нас будет тоже так. Тогда мы не будем печалиться по причине каких-нибудь страшных болезней или сокращения жизни, или еще что-то, друзья. Или даже, вы знаете, как-то мы ехали в машине. Я еще был тогда молодой пресвитер. И вот в машине нас пять человек, молодежь. Мы куда-то ехали с посещением. И я задаю вопрос. Вот хотели ли бы мы, чтобы вот сейчас было восхищение целью? Ну вот сегодня, через полчаса. И каждый должен был сказать, он бы хотел или нет. Ну, по крайней мере, у кого расположение сказать. Одна сестра говорит, ну, хотя бы замуж выйти, хоть недельку пожить. Вот, братья и сестры, да, бывают у нас какие-то препятствия. Ну, какое-то нерасположение, чтобы моя жизнь уже закончилась. Я скажу, почему. Это если Христос – не наша жизнь. Ну, в смысле наших переживаний. Речь идет о наших переживаниях. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Братья и сестры, мне очень нравится в этом матрибке такой хороший конец. Вы явитесь с Ним во славе. Но этому тоже нужно верить. Имея рождение свыше, имея новую жизнь, являясь членами Церкви Иисуса Христа, мы должны стараться, чтобы те мысли, которые были сегодня сказаны, «Ишите горнего, о горнем помышляйте, а не земном, ибо жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, ибо вы умерли, и Христос – жизнь ваша». Братья и сестры, мы должны заботиться, чтобы это было все про нас. Чтобы, если я вот это говорю, как будто про себя, чтобы это было правда. И чтобы, когда мы поем «Жить для Иисуса», с Ним умирать, или вот подобные песни, чтобы мы правду пели. Пусть нас Бог благословит, поможет, и пусть это слово будет для нас ободрением. «Когда явится Христос, жизнь наша, тогда мы явимся с Ним во славе». И написано, и так всегда с Господом будем. Пусть нам Бог поможет, благословит нас, чтобы мы с вами были хорошими, живыми христианами. Аминь. Помолимся.